добрый день уважаемые зрители и гости нашего канала сегодня у нас интересное видео посвященной киллером 90-х как это происходило откуда брались эти ребята а самое главное как это все заканчивалось а перед началом нашего ролика у нас есть небольшая информация добрый день уважаемые зрители и гости нашего канала с радостью сообщаю вам важную новость у нас вышла первая книжка побег с петровки 38 в этой книге в отличие от видео собраны другие уникальные моменты связанные с детством с юностью взаимоотношения с родителями первое преступление также в ней уникальные фотографии где прям совсем маленький до юного возраста а приобрести ее вы сможете в ссылочке в описании под видео получите море удовольствия приключений которые были у меня а главное вы окунетесь вместе со мной в ту эпоху которая была в 90-е годы на самом деле такая профессия как киллер она наверное отличается именно тем что наверное исключительные люди подходят по всем параметрам для того чтобы таким способом зарабатывать себе деньги я сейчас с вами вместе разберусь а почему не всякие убийцы даже решительный своих действиях подходит под киллера для меня лично киллер это человек кто регулярно зарабатывает деньги устранением совершенно ему незнакомых людей а исполняет по желанию своего заказчика это может быть какая-то официальная бизнес структура которая всегда держала таких ребят на всякий случай потому что конфликты в 90-х возникали регулярно не только с бандитами но и пересекались бизнес интересы различных серьезных организаций что касается преступных группировок у них были отдельные бригады которые обеспечивали безопасность либо силовое воздействие на клиента либо на другую группировку в которой в этот момент конфликт совершенно разные могут быть причины как личная неприязнь также деньги либо сферы влияния что касается самой этой личности какие должны быть качества то здесь я вас наверное немного удивлю потому что большинство считает что это молодой парень прошедший армию умеющий хорошо стрелять владеющий рукопашным боем и все навыками которые присутствуют у людей которые профессионально занимаются единоборствами ну и различными агрессивными видами спорта на самом деле нет наверное будет правильным сказать что чаще всего эти ребята приходили из таких структур как военные это те кто проходили различные горячие точки то есть у него вот этого момента жалость к жертве стрелять или не стрелять не дрогнет рукав в именно в момент когда нужно произвести этот выстрел то вот эти ребята брались те кто прошел какую-то не только специальную подготовку ну и какую-то военную операцию все остальные какие бы хорошие они стрелки не были как бы они хорошо физически развиты не были к сожалению они не подходят потому что в тот момент когда нужно непосредственно исполнить то чаще всего все эти навыки улетучивались туши чек этого никогда не делал и начиналась хаотичная стрельба либо у него мандраж рука дрожит и куча куча еще вещей когда случается щекам который не подготовлен вот именно к самому исполнению все у него для этого есть оружие навыки но вот убить человека который мы совершенно ничего никогда не делал это очень тяжело этот человек должен отрицательно относиться к алкоголю к наркотикам желательно к табаку курения чтобы не оставлять каких-то следов но самое главное он должен обладать очень серьезным таким я бы сказал важным качеством как актерство почему потому что он не может каждый раз в зависимой от ситуации выглядеть не подходящим образом например если вокруг какая-нибудь деревня это должен быть сельский житель если вокруг какая-то ситуация где много ответственных работников он должен спокойно одевать милицейскую форму и идти он может быть дедушкой он может быть бабушка он может быть бомжом в зависимой ситуации чтобы максимально быстро максимально на короткое расстояние подобраться к своей жертве потому что чем он ближе будет тем выше результат исполнения и здесь мы пришли к самому главному что если вдруг по каким-то причинам у него эта операция не получается он ранил человека не убил не смог устранить то скорее всего эти люди были максимально жестко наказаны я не знаю ни одного случая чтобы человек который что-то сделал плохо именно в исполнении потом доживал свою жизнь до старости этого не происходило расправа была жесткой цена таких промашек было чаще всего жизнь исполнителя из тех кто должен до наших дней наверное самый уникальный пример этих всех качеств это алексей шерстобитов на самом деле это наверное единственный живой образец настоящего киллера но судьба его к сожалению тоже не очень он в отличие от остальных не зарыт сырой земле а проводит там 20 с лишним лет в лагере строгого режима это цена именно не по жизнему заключению было что он расскажет практически все то есть он выступил еще и обвинительным против своих заказчиков но группировка там была серьезная можно по-человечески наверное его понять единственное что мнение для меня непонятно это когда человек выбирает такую работу в его случае с его слов это произошло но специально то есть человек кто его в эту ситуацию вогнал можно так сказать воспользоваться тем что у него было очень тяжелое материальное положение и он сделал ситуацию так что лёша оказался должен крупную сумму денег вроде бы как за утерю вещи которые ему доверили спрятать я так понимаю это было сделано специально чтобы эту сумму никак была ему не подъемный ему предложили для начала что-то простенькое для исполнения а дальше оценив что человек это может делать довольно креативно и профессионально то ему стали поручать заказы все сложнее и сложнее и я так думаю что лёша как и многие те кто у кого башка на плечах есть прекрасно понимал что рано или поздно это чем-то закончится плохим при этом то что он дожил до наших дней учитывая что он много лет уже провел в тюрьме то я могу сказать в его случае это повезло если взять другого известного человека кто сбежал у нас с тюрьмы это так и так называемый салонник также было трудное материальное положение он попал ну под крыло группировки который потихонечку и перетащила в москву где он уже стал заниматься более серьезными заказами и опять же не будь у него сложной материальной ситуации не выгнали бы его из милиции не попал бы он в розыск а может быть он бы занимался совершенно другими делами но здесь пригодились опять же его навыки он я так понимаю хорошо умел стрелять с двух рук его называли также саши македонским но судьба была плачевная свои же ребята с ним расправились причина не про не потому что он плохо исполнял заказ а причина была что он много знал поэтому здесь сожалению если взять любого киллера кто пробыл несколько лет в такой специфической среде и занимался регулярно устранением объектов неугодных его хозяину то здесь наверное можно сказать только одно рано или поздно ты либо сядешь тюрьму надолго либо тебя убьют свои же потому что много знаешь и 3 но он редкий вариант но все-таки случается однажды тебя сдадут конкурентом и за то что ты устранил какого-то серьезного человека либо серьезного авторитета либо бизнесмена всегда прилетит ответочка если брать того же лёшу солдата который сейчас сидит в тюрьме но вроде бы через несколько лет должен выйти то все наверное зрители во всех большинство точно у меня спрашивали а что он будет делать поэтому мы как обычно любим давать прогнозы мне к нему никаких не отрицательных неположительных эмоций нет я имею к киллеру лёша солдату но могу сказать только одно в его случае самое главное это быстро исчезнуть и где он там будет находиться что он будет делать он будет делать это тихо я бы забыл на хрен как меня зовут какая моя фамилия максимально быстро постарался бы изменить внешность чтоб не дай бог кто-то не узнал даже случайно потому что как только его узнали он одной ногой в могиле но еще раз повторяю это его выбор зачем он его сделал и почему он пошел именно таким путем обладая такими талантами потому что если взять этого человека и поместить в государственную структуру я вам скажу что он был бы очень неплохим разведчиком и обладая такими навыками и таким мастерством перевоплощение следить за нюансами выдержанность хладнокровность умение стрелять подготавливать оружие ездить на машине то есть все все что нужно делать человеку при этом иметь башку специфическую который понимает чем он занимается не попасться потому что лёшу солдата в отличие от солоника не взяли не поместили в тюрьму когда он попался на делюге там ранен и не смог уйти лёшу солдата совершенно случайно сдали люди которые имели к нему отношения история там какая-то кривая вроде бывшая девушка и бывший и возлюбленный про него вспомнили и парня сдали но здесь могу сказать только одно если в этой ситуации рассматривать как образ жизни и как ну как работу то наверное здесь больше отрицательного чем положительного это наверное самый неудачный выбор профессии хотя если посмотреть со стороны и нам показывают различные фильмы в виде джеймс бонда там всяких джон уик и так далее вроде бы как это же клёво креативно большие красивые дома дорогие машины девчонки рестораны но яркая жизнь вы наверное сильно удивитесь если сейчас поспрашивать тех кто действительно это занимался они проклинают то время живут максимально тихо и если сейчас даже кого-то примут а такие вещи тоже случается прошлое вылезает у нас днк камеры дохрена чего сейчас ну происходит в отслеживании даже бывших преступников вы увидите совершенно обычного человечка который никаким образом не напоминает ни джону ни джеймса бонда ему бы тихо сидеть в какой-нибудь глухомане не высовываться растить если получится детишек и забыть все то что с ним происходило до этого теперь наверное будет коснуться самого интересного если вдруг эти ребята попадаются то как они сидят я вас не удивлю большинство из них никогда не попадет в обычные камеры как правило ими занимаются спецслужбы которым очень интересно как эти люди столько времени уходили от преследования и самое главное это те кто близко общался с верхушкой этой группировки а группировки это миллионные обороты денег они крышевали в те времена банки магазины торговые центры и кучу и кучу различных фирм которые зарабатывали деньги сами по себе это были далеко не бедные люди но просто иногда в те времена для решения вопроса вызывались вот такие ребята им давали специальных таких же молодых людей которые занимали отслеживанием клиента умели пользоваться прослушками видеонаблюдением и кучи кучи еще чтобы в какой-то момент киллер вышел на дело потому что по самое большое время занимает не исполнение организации чтобы этот человек в нужное время оказался там где его уже ждут причем хочу заметить важную вещь если взять всех этих ребят я имею да кто действительно стал киллерами они те кто там однажды кого-то там порезал убил или или по просьбе соседки зарезал там какого-то другого соседа я считаю что просто обычные убийцы мокрушники и так далее потому что они убивают в силу каких-то обстоятельств совершенно не связанных с их работой мы сейчас говорим о людях которые как работу это выбрали к ним как правило в тюрьме нет никаких претензий потому что они сидят в специальных камерах это маленький типа спеца и с ними работают до последнего дня вот эти вот спецслужбы которые выясняют все нюансы всю специфику их работы каким оружием пользовались откуда оно бралось какую техническую часть и кто делал какие машины как отслеживали клиенты какие еще проходили заказы как выходили на общение с заказчиком то есть вы все прекрасно понимаете один человек не снимает трубку и звонит киллеру и говорит слушай вот так вот то есть там куча куча схем который наверно обладает какая госбезопасность эти вещи их волнуют эти вещи спецслужбы внимательно отслеживают и поэтому эти ребята в обычные камеры не попадают у них совершенно другая судьба поэтому вся уникальность этого случая почему с вами затрагиваем именно его что человек обладающий такими вот исключительными навыками холоднокровие терпение разбирается в оружии в спорте обязательно занимается рукопашным боем вынослив приятный на вид может войти к любому собеседнику в доверии то есть максимально приятная личность это как правило молодые ребята даже некоторые прошедшие там горячие точки самое страшное для меня я не понимаю как вот если есть образ вот джеймса бонда и джона уика это более менее понятно красивый дом хорошие машины красивые девчонки бары рестораны но вы сильно удивитесь штатный киллер в те времена получал от 500 до полутора тысяч долларов представьте себе 500 долларов или полторы тысячи долларов в месяц это вот был его такой оклад и причем не важно просто полторы если он там пару раз выехал на дело и 500 долларов если он на дело не выезжал то есть просто его держат чтобы он получал как зарплату и вот за эти 500 долларов так рисковать своей жизни применять свой талант вот на это чтобы совершенно неизвестного человека хорошего он плохой ты должен был устранить в самые максимально короткие сроки я думаю что обладая такими способностями можно было применить себя с большей пользы во всяком случае 500 долларов это же ерунда сейчас на многие скажут да а чё 500 долларов если 500 тысяч было то можно на самом деле нет такого понятия как деньги и человеческая жизнь для меня так во всяком случае старые уголовники говорили если преступление исполнено без нанесения какого-то физического ущерба не было произвело каких-то выстрелов то есть чисто спокойно забрали деньги и ушли вот это вот преступление когда касается каких-то взрывов перестрелок по ножовщины кучи кучи чего еще это все называется грязной работой их называли мокрушниками они не пользовались авторитетом никогда учитывая все вышесказанное мы наверно этом будем круглиться заставим на людей кто это все романтизировать задуматься а нужно ли это мое мнение что нет поэтому наш канал и все наши видосы говорят только об одном что наша жизнь у кого-то длинная у кого-то короткой неважно провести нужно с пользой не только для себя не только финансово добиться успеха но еще нужно оставить для остальных людей которые нас когда-то встречали или видели какой-то приятный след чтобы тебе когда-то сказали слушай хороший был человек не забывайте подписываться ставить лайки у нас есть соцсети где мы отвечаем на вопросы а на самое интересное снимаем видео также мы наши стримы перенесли на вип-чат в telegram подписывайтесь потому что стримов ю тубе больше не будет не хотим мы больше ночами сидеть всем пока с вами был герман до новых встреч мы с вами был герман до новых встреч у меня есть и Продолжение следует...